всем привет сегодня будет видео о пустых баночках их у меня вот тут целый пакет и есть кучка с которой мы начнем это не закончившиеся до конца штучки но которая сейчас поездки у меня уже закончится и поэтому больше я о них рассказывать не буду и решила отнести их к разделу пустые баночки и так поехали первое что я хочу показать это вот эта вот маска от freeman я про нее уже где-то что-то говорила и у меня стал совсем чуть-чуть маска это очищающая и я ее просто обожаю вот она с шоколадом и клубникой она неплохо достаточно очищает кожу для своей цены очень у нее экономичный расход она у меня уже год наверное и все никак не кончится вот но надеюсь что уже добью и в ближайшее время в общем такая маска и буду ее покупать снова это точно потому что дешево сердит и вообще отличный результат дальше вот этот вот от нютраджина масло для как это называется для тела тоже экономичный расход может быть даже я его сейчас дороге не успею до пользовать но в любом случае скорее всего я бы его наверное купила бы снова единственного минус то что это масло не имеет помп она есть так вот просто открывается и вся баночка как вы можете видеть потому как я ее держу вся баночка масляная это конечно огромный минус но вообще масло классное оно хорошо увлажняет кожу быстро достаточно впитывается но правда оставляет после себя такой небольшой маслянистый след что ли я не знаю как правильно выразиться но меня он не сильно смущает поэтому маслу ставим пятерочку дальше тоник для лица от элизабет арден для нормальной кожи 200 миллилитров он подсушивает кожу даже мою такую общем комбинированную подсушивает меня это не сильно смущает летом зимой бы я не конечно не пользовалась но а для сухой кожи я вообще бы его не советовала вот покупать снова не буду ну как бы тоник тоник я не знаю что тут еще о нем сказать дальше штука которая мне очень понравилась и которую стала просто маст хэв у меня и буду ее брать снова это вот такой вот отрезаемый как называется термозащита там у меня есть еще немножечко осталось ну в общем она достаточно быстро расходуется кстати такого я от нее не ожидала у нее очень приятный запах уж я не знаю как она там защищает волосы но каждый раз перед сушкой феном или еще какими-то устройствами я ее использую но я не знаю все равно мне нравится за 2 доллара отличный вообще результат супер не зря на такой хит ютуба дальше штучка тоже еще одной ой для волос это вот такой вот кератин мист от чим я уже где-то по моему его несколько раз упоминала спрей который я использую как наношу на влажные волосы чтобы мне было проще расчесать их вот очень мне нравится тоже вот сейчас она у меня закончится я куплю себе еще одну потому что она конечно офигенная из всего что я пробовала ну вот подобного действия она мне нравится больше всего тем более она в спрей спрей такой мелкий как бы водичка распыляется не туман а такая именно водичка и в общем очень мне нравится на волосах не чувствуется ничего не жирнит в общем это прям супер штука всем советую попробовать дальше у меня тоже вот еще не до конца закончилась вот этот вот господи как он называется каждодневный скраб от нютра джина oil free акне о я уже про него говорил что для меня он слишком мягкий я люблю продукты по жёстче вот но все равно такой неплохой его точно покупать больше не буду но я уже сказала почему есть вещи которые мне нравятся больше и последний это вот такой вот крем от lancome я не смогу открыть он у меня уже закончится это был мне какой-то пробник в каких-то там где-то что-то когда-то по-моему это вообще серия для возрастной кожи но я им пользовалась не знаю крем как крем неплохо увлажнял такой сколько здесь миллилитров 15 не знаю мне кажется мне ухватило на весну и вот сейчас вот считается уже на все лето практически отличный крем очень экономичный расход но полную версию попадание буду по причине что мне он не подходит ну и потом как бы не знаю пока у меня есть крема ему на замену вот а теперь перейдем сюда ну начнем с такой маски для волос я ее показывал по моему в том году в каких-то своих видео я ее купила по моему она мне не очень нравилась в принципе она меня сейчас особо не впечатлила но я ее просто хотела допользовать там вообще просто ноль я ее выскребала и что это у нас на реаль сериях и экспертиз без сульфатов увлажняющая система вот маска для волос ну не буду больше покупать на шасту вообще никакого эффекта я от нее не заметила сколько здесь грамм 150 миллилитров вот в общем какая-то фигня но как бы она у меня была я ее пользовала закончилась она у меня вот вам о ней рассказываю в общем какая-то фигня а не маска дальше посмотрим что у нас тут опа закончился мой любименький отлично я не уговорила гель для душа вот такой вот цитрусовый на лето было самое оно он конечно нифига не увлажнял но во всяком случае пробуждал он с утречка отлично по за счет того что у него цитрусовый такой запах 10709 миллилитров хотел мне его ну мне и мужу на два месяца то есть расход у него обалденно как не экономична вот но эта серия эта фирма мне нравится и планирую них попробовать на все что есть из гелий для душа вот уже говорила вообще об этом деле дальше что у нас тут есть опанька фито 9 давно про него не говорил что я давно закончился классный крем я про него уже рассказывал что он мне очень очень нравится нравился очень хорошо работал на моих кончиках как только он у меня закончился кончики мои сразу стали ужасно и я пошла и по стригла их надеялась посреди чуть-чуть оказалось состригла половину длины за счет того что концы мои были в ужаснейшем состоянии вот то есть примерно за два месяца где-то наверно месяца два я уже им не пользуюсь они у меня сильно очень иссушились но в общем испортились поэтому надо ему найти что-то на замену либо прям его заказать классная штука кто еще не пробовал вот так это называется обязательно бегом и пробуем дальше что тут у меня еще есть опанька какая малышка ланком женифик сыворотка ее мне хватило вот такой вот маленькой даже не на сколько вообще здесь миллиграмм посмотрим 7 миллиграмм мне хватило на какое-то огромное количество времени никакого эффекта я от нее не заметила у меня есть еще один такой пробник мне сейчас дали от женифик не знаю то есть если vision air мне нравится его эффект то это вообще я не ничего не поняла конечно может быть с такого пробника и понять было нечего но почему-то у меня он очень экономично расходовался но эффект повторюсь вообще был ноль ой ну в общем да не поняла я этот продукт дальше о две туши у меня закончились ну это как-то она мне стала подсыхать она не то чтобы закончилась но в общем стала подсыхать поэтому я выбросила к тому же она мне оставляла следы в течение дня на лице поэтому ей что-то ставим не зачет и в общем с тушкой с тушами от эссенс я решил завязать lancome гип что это у меня был гипноз долл айс да что ж мы все не все падает она мне нравилась она в общем отлично как любая в общем-то тушь lancome отлично работала на моих ресницах но она у меня да уже закончилась поэтому ей привет покупать эти все туши я снова не буду потому что я нашла себе отличную бюджетную замену что тут у нас еще давайте посмотрим опа духи ну для меня это был такой мой летний запах цитрусовый свеженький такой отличный вот но что-то как-то после него меня совсем сейчас не тянет ничем душиться только вот уже на осень наверное я ну уже купила себе парфюм я о нем рассказывала а сейчас совсем не не охота вообще ничем пахну что-то как-то прям мне все это приелось но этот запах мне нравился и в моей памяти он останется как лето 2013 года дальше смотрим что тут а абсолютно вообще у меня просто под ноль я выскребла все закончился вот такой вот крем для кутикула от dior саму баночку я себе помыла оставила я буду делать может быть какой-то похожий на него сама попробую сделать себе крем для кутикулы вот поэтому баночка мне очень нравится оставлю ее мало ли для чего но крем как видите вообще весь просто ничего лучше я пока не пробовала для ногтей поэтому тоже кого есть возможность кто еще не пробовал бегом дальше смотрим что тут вот кстати от нютра джина ух ты тут даже что-то у вас оставалось у меня закончился такой вот как видите скраб пенящийся я его использовала как утреннее умывание очень он мне нравился вот этот я куплю еще к тому же у него был такой цитрусовый приятный запах который с утречка прям ух будет как я люблю гранулы которые я чувствую что они скребут мое лицо все в общем все как я люблю отличный смотрим дальше вот такой вот я где-то упоминала купил себе крем для глаз от jasmine а он мне вообще не подошел вообще поэтому как видите целиковая баночка я ее выкидываю ну то есть то есть вообще он мне что-то там все стянул пахнет он очень сильно в общем какая-то какая-то жесть поэтому выкидываю что у нас тут а вот давайте закончились у меня шампунь и бальзам от марк энтони я вам по-моему рассказывала об этом деле здесь у меня что кондиционер шампунь очень мне понравилось буду снова пробовать эту марку ну а не какую-то другую серию вот понравилось такой они себя именуют как профессиональной серии ну такая бюджетная профессиональная серия очень понравилось короче прям вот волосы мои были неплохи неплохи с ними к тому же она не содержит сульфатов как вы видите в общем нравилось ой это моя нога вот нравилось и ну в общем не заканчиваю свое знакомство с этой маркой будет что-то еще дальше также у нас закончилось раз уж такое дело давайте я вам покажу вот то что я рассказывала бэдхэд который я кстати очень сильно хвалила в принципе она мне также нравится но она чуть подороже чем марк энтони поэтому и кстати в магазинах у нас что-то какой-то очень бедненький выбор вот этой вот этой марки то есть вот эта вот серия вся есть и особо ничего другого а еще какая-то серия для кудрявых волос то есть как бы мне особо пробовать больше нечего опять покупать это я не знаю буду я нет наверное буду мне сказали что мне надо увлажнять мои волосы сильно возможно попробую еще снова не знаю но это мне все понравилось и шампунь и кондиционер и вот эта маска тоже в общем все я была в восторге запахи я уже говорила просто сногсшибательные супер средство для волос что еще а и последнее что у меня осталось это вот такая штучка это это был крем для глаз от lancome hydra zen вот я его тоже вообще весь израсходовал здесь по-моему было сколько-то 15 миллилитров хватило мне его в принципе надолго покупать не знаю буду ли еще вряд ли потому что ну не знаю ничего супер сверхъестественного он не делал для того чтобы за него платить какие-то бешеные деньги но нравился нравился вот в принципе это вот они все мои упси все мои пустые баночки вот все что я тут скопила вам показать вот всем спасибо за внимание и всем пока